ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тема дня начинает работу в эфире. Здравствуйте! В ближайшее время в прямом эфире мы обсудим то, что касается многих или почти каждого. Путь воина и спорт настоящих мужчин. Самбо в этом году отмечает 80 лет со дня основания. Этот вид спорта, кстати, является одним из важнейших для нашей страны. Сегодня его практикуют более 200 тысяч человек только в России. А еще самбо – это единственный спорт, который объединяет 120 стран мира, и где все мероприятия проводятся на русском языке. Наверное, самый известный в мире поклонник самбо – это, скорее всего, президент России Владимир Путин. Вот несколько слов его об этом виде спорта. Самбо – не только спортивная дисциплина. Это комплексная система физического и нравственного воспитания человека, призванная формировать сильную волевую личность, способную достойно противостоять любым вызовам добиваться успеха в профессии и в жизни. Ну а сегодня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с президентом общественной организации Ассоциации единоборств Краснодарского края Владимиром Ярченко. В начале встречи губернатор отметил, что эксперимент по введению в ряде школ уроков самбо уже можно считать успешным. Глава региона подчеркнул, что самбо не просто вид единоборств, а целая система воспитания молодого поколения. Важно, чтобы на самом деле самбо не просто появилось в школах, оно прижилось и оно стало тем, может быть, любимым видом спорта, которым будет заниматься кубанская молодёжь. Молодёжь и вкусы молодёжи надо формировать. Иначе они без нас сформируются под влиянием или интернета, или непонятно каких ещё источников. Я враждебно настроен. Самбо – это самоборона без оружия. И наша молодёжь, она просто должна быть готова к самообороне. Мы выйдем на полный охват школ, обязательным уроком самбо всех школ Краснодарского края и создание единоборств, турниров, соревнований, именно той массовости, которой сегодня отчасти не хватает. Школьный спортзал – самое доступное место пешей доступности для того, чтобы заняться спортом. А самбо достаточно в финансовом плане доступный вид спорта для всех, для всех слоёв населения. В этот вид спорта сегодня приходит всё больше школьников. В крае более 52 тысяч ребят занимаются единоборствами. Из них 18 тысяч – самбо или дзюдо. В пилотном проекте «Самбо в школу» сегодня участвуют 146 образовательных учреждений Кубани. В следующем году добавится ещё 300. И хочу добавить, что в планах к 2021 году в каждой школе открыть, как раз вот именно будут вести уроки самбо на уроках физкультуры. Об этом сегодня и поговорим с нашим гостем. Это Гага Алексей, начальник отдела развития учреждений и контроля стандартов спортивной подготовки Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Вот такая вот всеобъемлющая тема. Вроде бы, казалось бы, просто самбо, просто юбилей, а оказывается, что он ближе и, в принципе, касается буквально каждой семьи. Как вы думаете, хорошо, когда внедряются вот такие вот стандарты в обычные школьные уроки? Да, действительно, этот вид спорта очень популярен, в том числе и на Кубани. И его внедрение в общеобразовательные учреждения способствует развитию и воспитанию школьника, ребёнка и его дальнейшее развитие. Если говорить именно про школу, то с каких классов сейчас преподает самбо? В настоящее время программа разработана с 1 по 11 классу. Все классы охвачены. Как вы и озвучили, на сегодня уже реализуется проект в 146 учреждениях общеобразовательных. Как занимаются обычно мальчики и девочки? Там же, я так понимаю, разделение идёт пополам, по весовым категориям, по возрасту. Да, всё это предусмотрено программой. И также в зависимости от занимаемого, в том классе, которым занимается ребёнок, школьник, в зависимости от этого и есть базовые основные упражнения, которые предусмотрены программой, которые он выполняет. Алексей, скажите, а как реагируют родители, да, и вот, ну, там, не знаю, учителя обычной школы, другие дети, когда узнают, что ребёнок занимается, либо собирается заниматься самбо в школе? Ну, так как это целая система, и она положительно влияет на воспитание, на развитие ребёнка, его систематизацию. То есть, это только положительные отзывы слышны от учреждений, в которых данный комплекс уже реализуется, а также от родителей. Как отдельно мальчики и девочки занимаются, либо всё вместе? Так как это проходит в рамках третьего урока физической культуры и спорта, предусмотрено занятие всех вместе. Ну, в зависимости, разбивается на отдельные упражнения, которые выполняются в режиме урока. У меня ещё вопрос чисто как у мамы. А как форму приобретать? Централизованно это происходит? Форма сейчас идёт речь о том, что это просто в рамках урока физической культуры. Это обычная форма, в которой занимаются, входит на урок физкультуры. Какие-нибудь освобождения или особое разрешение нужно для этих уроков? Если у ребёнка нет отстранения от занятий физической культурой, то он спокойно ходит на данные занятия. У меня такой вопрос ещё. Очень такой серьёзный вид спорта. Там же, наверное, частично ещё и философия присутствует, как у всех единоборств. Откуда у нас только возьмётся учителей? В настоящее время реализуется проект, так как в общеобразовательных учреждениях занимается его реализацией непосредственно учителя физической культуры и спорта. В этом году 152 учителя прошли повышение квалификации по данному комплексу «Самбо в школу», которые сейчас приступили к реализации данного проекта в новом учебном 2018-2019 году. Алексей, скажите, пожалуйста, в рамках школьной программы какой уровень можно защитить? Здесь не идёт речь об уровне. Здесь идёт о прививании навыков и систематизации занятий именно к борьбе с «Самбо», с элементами «Самбо». Это пути самообороны. То есть изначально, как задумывалось, это самооборона без оружия, как в ревиату раскладывается? Ну, как изначально философия самого данного вида спорта, это самооборона без оружия, как вы говорите. И поэтому в зависимости от возраста ребёнка выполняются определённые какие-то элементы «Самбо» в рамках уроков и физическое воспитание самого ребёнка, школьника. А если говорить о том, вот именно школьный курс от базового, чем отличается? Допустим, если там в школе проходит один уровень, можно ли потом дополнительно пойти в секцию? Да, данный проект, его реализация не останавливается только на внедрении в школу. Также возможны занятия в клубах при общеобразовательных учреждениях. Также есть физкультурно-спортивные организации и организации дополнительного образования на территории Краснодарского края, в которых уже углублённо развивается данный вид спорта. Алексей, расскажите, пожалуйста, когда проходит такое внедрение, как вообще вы готовите школу к внедрению такого урока? Заранее опрашиватели родителей, педагогический коллектив? Какая работа проводится подготовителям? Конечно же, должны быть созданы условия. Во-первых, это безопасность, безопасность ребёнка при тех же занятиях в физкультуре, должно быть соответствующий инвентарь оборудования и, соответственно, должны быть обеспечены кадры. То есть учителя, которые обязательно, в обязательной форме должны пройти повышение квалификации. Чем как бы внедряется проект сейчас? Бывает вообще такое понятие, как теоретическая часть на уроках физкультуры? Конечно, есть теоретическая часть, без теории как бы не будет и практики. То есть прямо садятся в тетрадки и записывают? В тетрадки не садятся, есть устные объяснения выполнения тех или иных упражнений. Хочу сказать, что наш Краснодарский край считается одним из лидеров по самбо в России. Прямо сейчас с нами на связи глава федерации дзюдо и самбо Краснодарского края Рудольф Бабаян. Здравствуйте, Рудольф. Спасибо, что смогли с нами пообщаться. Поздравляю и вас с наступающим юбилеем. И хочу спросить, как вы относитесь к инициативе преподавать самбо в школах? Ну, это правильная инициатива. Я скажу, что есть пример. Та же Япония, дзюдо в школах. У них вообще 8 лет это идет обучение. И посредством через дзюдо они, естественно, детям вдавливают, что дзюдо – это вид японский, это стиль жизни. И, соответственно, самбо – это наше национальное достояние. И посредством самбо, естественно, у нас есть много рычагов, чтобы детей воспитывать. Соответственно, самое главное – это патриотическое воспитание. Ну и умение, так сказать, владеть своим телом, умение быть уверенным в стрессовых ситуациях. Потому что самбо-школа, она-то и включает в себя, ну, скажем, три аспекта. Это, первое – это страховка-самостраховка, освобождение от захватов. Ну и, соответственно, должна быть и история самбо. Потому что через самбо очень много у нас великих, почетных таких людей, значимых в мировом плане воспитанных. И дети это должны знать. И через это, как говорится, тоже вовлекаться в здоровый образ жизни. Ну вот вы, как очень профессиональный тренер, с большим опытом, авторитетом, вот как вы скажете, какой самый лучший возраст для детей по входу в единоборство? То есть работает ли формула «Чем раньше, тем лучше»? Нет, я бы не сказал, что формула должна быть «Чем раньше, тем лучше». Хотя у нас сейчас есть много экспериментов. Но вообще по федеральным стандартам самбо с 10 лет. Дюдо сейчас 7 лет. Естественно, на начальных этапах, как раз то, что мы сейчас планируем с программой «Самбо в школы», это начальная фаза, это элементы небольшие, минимальные знания самозащиты. Ну а дальше, если ребенок уже заинтересовался этим делом, естественно, он уже идет в спортивные школы, где уже с ним занимаются более профессиональные, уже профессиональный тренинг. Но оно подразумевает вот этот начальный этап, все-таки каждый ребеночек, знаете, я это называю осторожностью, не трусостью, да, а осторожностью. Так вот самбо оно дает ему уверенность, когда он начинает более-менее быть уверенным в своих движениях, в своих силах, знаете, оно и как раз постепенно он уже начинает верить в себя. И, соответственно, так сказать, вот эта осторожность детская, как бы, она не переходит в трусость, но уже он начинает, естественно, понимать, что это дает ему возможность уже чувствовать себя личностью. А личность, она же как раз и является свидателем всего. Еще знаете, о чем хочу спросить? Вот если действительно ведут самбо в школах во всех местах физкультуры, хватит ли у нас столько тренеров? Как вы думаете? Вы знаете, здесь вообще проблем нету. Ведь не обязательно вот та программа, которая предусматривается в самбо школы, чтобы были тренера. Учителя физкультуры, им достаточно, так сказать, ну, две недели занятий, чтобы он уже профессионально мог вот именно эти элементы самозащиты минимальные мог преподавать и достаточно профессионально. Мы же не ставим целью учить их бороться, уже начально стать. Учить их бороться, если они захотят продолжить, это их будут учить как раз вот те тренеры, которые работают в спортивных школах. А учителя, ну, это, скажем так, в Краснодарском крае мы можем провести и переподготовку, что ли, так сказать, курсы повышения квалификации. Это не проблема. И у нас очень хорошая база в Краснодарском крае. И в каждом городе есть отделение, либо спортивная школа, и самбо, и все то. Как вы думаете, почему выбран именно самбо, вот как вид для обучения именно в школах? Подходит он среди тех единоборств, которые есть? Это, во-первых, это наш вид спорта. Российский, да? Российский, да. И это наше национальное состояние. Естественно, надо свой бренд всегда продвигать. И если делать небольшой такой анализ, да, всегда же надо делать анализ. Ну, что самбо, да. А какие люди прошли через это гориллы, и кем они стали? И приходишь к такому выводу, что все-таки прошедшие через самбо становятся очень много и было великих людей. И тот же вообще наш, кстати, земляк, Геннадий Николаевич Трошев, герой России, генерал-полковник. Тот же Александр Иванович Попридухин. Это первый человек, который, знаете, российский, как только, скажем так, начинались. Это человек, который разворотил террасу, там же, по-моему, Минвода. Ну и сам президент нашей страны, он мастер спорта по самбо, он заслуживает тренер России по самбо. То есть есть пример... История успеха, да? Да. Почему нам не продвигать это? И я еще больше скажу, что в этом отношении губернатор наш, Ленин Иванович Кондратьев, он очень верит в это движение, и он один из самых таких ярых сторонников продвижения самбо-школы. Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи из Армавира был глава федерации суда самбо Краснодарского края Рудольф Бабаян. Алексей, хотела еще... Может быть, вы что-то хотите добавить к словам? Нет? Все сказали, да? Хотела просто еще спросить у вас, вот как вы оцениваете вообще инициативу к тому, что вот включат ее в школьную программу? Что это может дать в итоге потом спорту Кубани? В итоге спорту Кубани, получается, есть потенциальные спортсмены, которые будут достигать высоких результатов. Так как у нас база на Кубани создана профессионального спорта самбо, также есть заслуженные тренеры, и федерация очень хорошо работает, и спортивные учреждения все хорошо работают. Введение базовых основ, которые будут уже в школе, будут давать потенциал, и дети, школьники, которым данный вид спорта понравится, с удовольствием, я думаю, продолжат заниматься и в спортивных учреждениях. Спасибо, что смогли к нам прийти и рассказать сегодня об этом.